40, потом у нас предусмотрен овец. Как показала статистика, после вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, количество случаев насилия в отношении женщин и девочек, особенно бытового характера, а также случаев раннего брака, продолжает увеличиваться не только в Кыргызстане, но и во всем мире. И сейчас Отечественное правительство совместно с ЕС и ООН реализуют трехлетнюю программу в рамках глобальной инициативы «Луч света». Настоящая программа нацелена на искоренение всех форм насилия в отношении женщин и девочек. Сегодня у нас состоялась первая встреча на уровне Чуйской области, куда приглашены представители различных организаций, гражданские активисты. Сегодня мы предоставляем информацию по данной программе, какие будут проводиться мероприятия, а также мы получили много рекомендаций, как улучшить эту программу, какие еще мероприятия провести. Мы знаем, что Чуйская область – это многонациональная, многоконфессиальная область. Здесь проживает очень много женщин, детей в новостройках, в отдаленных селах. И мы хотим, чтобы результаты данной программы были доступны и всем женщинам, которые, несмотря от своего социального, семейного положения, чтобы они также были защищены от насилия в семье, как женщины, так же их дети. Необходимо отметить, что настоящая программа стремится к тому, чтобы все женщины и девочки в Кыргызстане, особенно те, которые наиболее уязвимы, могли жить без насилия и не подвергались пагубным практикам, принуждения к детским бракам. Программа работает в следующих основных направлениях. Законная и регуляторная политика, эффективность учреждений, предотвращение нужд и пагубных практик, предоставление качественных базовых услуг лицам, пережившим гендерное насилие, улучшение статистических данных, женское движение и гражданское общество. Сроки реализации программы – 2020-2022 годы. Сегодняшнее мероприятие посвящено предотвращению семейного насилия, насилия в отношении женщин и детей. Правительство Кыргызской Республики, Европейский Союз, Организация Объединенных Наций на сегодняшний день реализуют трехлетнюю программу «Луч света», которая направлена на предотвращение всех форм насилия в отношении женщин и девочек. К сожалению, уровень насилия в стране не снижается. Согласно аналитической отчетности Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, зарегистрированных случаев насилия из года в год растет. Как показывает практика, зачастую насилию подвергаются женщины и девочки. Обеспечение гендерного равенства и улучшение положения женщин и девочек является одним из ключевых задач современного общества. В нашем обществе, учитывая наш менталитет, женщина, которая терпит насилие, в ответ может услышать подобные слова, как «во всем виновата сама», вызывающая отделась, поэтому изнасиловали, не так ответила родственникам мужа, плохо воспитала детей или приготовила невкусный ужин, поэтому заслужила удар или словесные порицания. Мы видим, что сотни женщин до последнего безмолвно терпят жестокое отношение к себе, а с годами только сильнее начинают верить в свою вину, и зачастую многие из подобных случаев заканчиваются весьма трагично. Почему не обращаются жертвы насилия, женщины, девочки, в отношении которых было применено насилие, это очень большая проблема. Во-первых, недоверие, не знают, куда идти, каким образом писать заявление, что такое охранный ордер, каким образом защищать свои права. У нас необходимо повышать правовое сознание самих граждан, чтобы женщины, подвергшиеся насилию, девочки, могли обращаться тем органам, которые могут решить их проблемы, в том числе сотрудникам милиции, прокуратуры, амбуцманы, правозащитные организации, кризисные центры. Сейчас открылись очень хорошие номера, трехзначные, бесплатные, по которым они могут сообщить, по которым могут помочь, в том числе социальные службы, занятости. Подобные программы работают в более 30 странах мира. Первый шаг к тому, чтобы жертва насилия была услышана, это не молчать. А тот, кто стал невольным свидетелем, не должен быть безразличным. Пострадавшие обязательно должны верить в то, что они не одни и добиваться справедливости. Каждый случай, преданные огласки, стимулирует тех же правоохранителей и судей более справедливо рассматривать дела и не прекращать их по каким-то основаниям. Количество случаев домашнего насилия растет с каждым годом.